Я обещаю, что будет создана специальная комиссия, которая пересмотрит все несправедливые приговоры. Жертвы судебного произвола, в том числе и по политическим мотивам, будут реабилитированы. Вы часто слышали, что зарплаты и пенсии, стипендии у нас выплачивают только благодаря Лукашенко. До какого цинизма нужно дойти, чтобы вот эти крайне низкие по европейским меркам пособия называть своим грандиозным успехом? Социально незащищенные граждане Беларуси должны получать гораздо больше. Текущий пенсионный фонд будет формироваться за счет доходов от приватизации и перераспределения средств высокодоходных отраслей экономики. Будет создана накопительная система пенсии в будущем. Я верну льготы на проезд детям, студентам, пенсионерам. И в том числе за счет экономии средств от прекращения финансирования из бюджета такой организации, как БРСМ. Расходы бизнеса на благотворительность и социальные проекты не будут облагаться налогами. Или будут минимальные налоги установлены. Белорусские неправительственные организации получат такие же возможности для деятельности, как и в Европе. Я создам возможности для деятельности международных благотворительных организаций. Чернобыльцы, которые пострадали от этой трагедии в Беларуси, недополучили миллиарды долларов медицинской помощи, социальной помощи. Из-за того, что Лукашенко стремится контролировать всю гуманитарную помощь, которая поступает в Беларусь. Будет реализована государственная программа «Белорусская семья». Сегодня в Беларуси проживает 9 миллионов 400 тысяч жителей. Наша цель, дорогие мужчины и женщины, 10 миллионов в 2015 году. Каждая семья получит при рождении ребенка пособие в 1500 евро, начиная со второго ребенка в 2500 евро. Ежемесячное пособие по уходу за детьми будет составлять 75% от дохода одного из родителей, но не меньше прожиточного минимума. Особенно остро стоит жилищная проблема. Я обещаю понизить себестоимость жилья. Строительный бизнес должен стать прозрачным. Миллионы людей смогут получить европейское образование в Беларуси. Будет отменено принудительное распределение студентов. Медицина останется бесплатной, но станет качественной и доступной. Будет также введена система медицинского страхования. Откуда новое правительство возьмет средства для реализации масштабных социальных проектов? Вы знаете, белорусы работают не меньше, чем граждане других развитых стран. Зато получают крайне мало. Это связано с тем, что административно-командная система изжила себя. Промышленность технологически отстала от уровня передовых стран. Чтобы выжить в условиях жесткой мировой конкуренции, необходим резкий рост производительности труда. Необходимо преодолеть технологическую и организационную отсталость предприятий Беларуси. Модернизация экономики будет строиться на трех китах. В освобождении частной инициативы, проведении новой индустриализации и привлечении в страну мировых брендов. Для того, чтобы в Беларусь пришли новые технологии и инвестиции, я гарантирую безусловную защиту частной собственности и развитие свободной конкуренции. Инвестиции не идут в диктаторскую Беларусь. Верховенство закона, неприкосновенность частной собственности, простые и понятные условия ведения бизнеса – вот ключ к взаимному сотрудничеству. И десятки миллионов долларов инвестиций придут в Беларусь. Беларусь должна сражаться за каждого серьезного инвестора. Иностранные инвесторы – это не только деньги. Это новые технологии, новые рабочие места, современная организация производства. Права работников будут защищать независимые профсоюзы. Официальные профсоюзы будут отделены от государства и станут независимыми. Нам необходимо обновление, иначе далеко мы не уедем. Кстати, насчет уедем. Я на днях заезжал на шиномонтаж, и мастер узнал меня. Подошел, пожал руку, улыбнулся и сказал – Андрей Олегович, пора менять лысую резину. Я и моя команда проведем справедливую приватизацию. Работники получат до 20% акций предприятий, а успешные менеджеры получат возможность премиального пакета акций. Обещаю, значительные средства от приватизации будут направлены на создание пенсионных фондов, модернизацию ЖКХ, другие социальные проекты. Я проведу бюджетную реформу. Так называемый президентский фонд будет ликвидирован, а его средства пойдут на увеличение стипендий, пособий по уходу за ребенком и увеличение зарплат работников социальной сферы. В стране будет проведена аграрная реформа. Крестьяне должны стать настоящим хозяином на земле, а не батраком. Сегодня Лукашенко заявляет о том, что страна экспортирует сельхозпродукции на миллиарды долларов. Но зарплаты колхозников, особенно в зимнее время, катастрофически малы. Крестьяне до сих пор живут как в 19 веке. Село пустеет, а деревенская молодежь убегает в города. Мы стремимся в Евросоюз. Это позволит получить субсидии от Европы на поддержку сельского хозяйства, как получили наши соседи Польша и Литва. Обещаю, через 5-7 лет Беларусь станет членом Европейского Союза. Вы знаете, что я профессиональный дипломат. Поэтому своей главнейшей задачей после смены власти я считаю скорейшую нормализацию отношений со всеми странами, которые крайне важны для Беларуси, и с которыми разругался Лукашенко. По данным социологических опросов, несмотря на многолетнюю интенсивную антизападную пропаганду, более 60% беларусов стремятся к интеграции с Евросоюзом. Беларусь сегодня единственная страна Европы, которая не является членом Евросоюза, не участвует в Шенгенском соглашении, не подала заявку на вступление в Европейский Союз. Членами Евросоюза стали Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, страны Балтии. Переговоры о вступлении ведут Хорватия, Сербия, Албания, Молдова и уже наша южная соседка Украина. Граждане этих стран открылись для Европы и путешествуют по миру без виз. Вдумайтесь, уже через год наши соседи, украинцы, к чемпионату Европы 2012 года будут ездить в Европу без виз. Я обещаю, что после смены власти беларусы также смогут без виз ездить в Европу. В своей программе я предлагаю создание региональной зоны свободной торговли, которая позволила бы Беларуси стать равноправным участником мировых экономических процессов. Об этом же говорят руководители Украины и России. Встречные предложения идут и из Европы. Возможно, таможенный союз на данном этапе был необходим для того, чтобы заставить Лукашенко выполнять хоть какие-то обязательства. Но на самом деле наш путь развития – это либерализация торговли. Я имею в виду вступление во Всемирную торговую организацию. Продвижение по пути снятия торговых барьеров и ограничений во всем регионе. В торговле с Россией, Украиной, Европой. Я окончил Дип-Академию в Москве. И у меня много друзей в России, в Соединенных Штатах, в Европе. И моя модель интеграции Беларуси в ЕС, стратегического партнерства с Россией и Украиной, встречает полное понимание и поддержку.